МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приехав в горки, я не могла не заглянуть в ботанический сад. Ведь это одно из знаменитейших украшений города. Посетители здесь прогуливаются по узеньким тропкам средь цветов и зелени, отдыхают, назначают свидание или остаются наедине с собой. А создают эту красоту для нас с вами ученые-студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Уникальные коллекции деревьев, кустарников, цветов, трав и даже растений, которые занесены в Красную книгу, собирали их с середины XIX века, чтобы сегодня мы могли наслаждаться всей этой красотой. Разумеется, во всей своей красе ботанический сад предстанет летом, но уже сейчас можно любоваться яркой весенней зеленью и вдыхать тонкие ароматы весенних цветов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как получить большое молоко с низкой себестоимостью? Республиканский центр молочного скотоводства планируют открыть в Горецком районе. Начинается пилипалка, начинаешь уже пращиткать. Пост уже должен подкат до Пасхи. Вкусное угощение людских рук творения и все это под оркестровый аккомпанемент. Кировская земля презентовала свои таланты. А если ударить так, то далеко лететь. Военные истории и сельские будни ветерана Великой Отечественной Владимира Бурака. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Костюковичском районе наращивают объемы производства молока. В помощь аграриям новые подходы в животноводстве и инновационная система засева кормовыми культурами. На молочно-товарной ферме Муринбор ежедневно проходит 5-8 отелов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на ферме родилось на 250 селят больше. Фирма одна из лучших в районе. Ведь здесь работает не только на количество, но и на качество молока. И выпойка поменялась, и уход, и содержание. Сами видите, все в индивидуальных домиках содержится 21 день. У нас молока экстра мы сдаем. Ферма Муринбор 90%. И 9,2% выше сорта. Чтобы снизить себестоимость продукции, в районе активно внедряют энергосберегающие технологии. Например, в хозяйстве «Новые Самотевичи» для подогрева воды используют природную энергию. За счет подогрева воды от энергии солнца мы эти водонагреватели не будем использовать. Тем самым электроэнергия меньше потребления. Данная установка, срок окупаемости у нее 3,5 года. В районе приступили к первому укосу. Для многих хозяйств это первый опыт работы с совершенно новым составом кормовых трав. В «Новых Самотевичах», например, еще остались запасы фуража с прошлого года. Тем не менее, объемы заготовки кормов здесь продолжают наращивать. В этом году мы заложили 350 гектар зернобобовых белковых трав под корма. Корма в структуре кормов, белковая трава у нас занимает 70%. Важно не просто накормить корову, нужно накормить ее качественно. Опираясь на мировой опыт, тут отходят от кукурузы и неэффективных злаковых. Вместо них вводят высокобелковые травы, которые способны приносить 4 укоса за сезон. За счет того, что уменьшаем количество датчиком бикорма, мы получаем, сохраняем здоровье животного. В прошлом году в районе на корову приходилось 32 центнера кормовых единиц. Этого более чем достаточно. Часть кормов даже продавали за пределы района. В этом году планируют выйти на 35 центнеров на голову. Совместно со специалистами Академии наук Беларуси тут определили структуру посевов кормовых культур. В этом году мы ввели много новых культур для нашего района. Такие как сурепица, подсев рапса в зерновую группу, зернобобовый горох пелюшки, посевы люцерны в чистой виде, посевы донника. Качество молока зависит от состояния здоровья дуйного стада. В рационе должны быть витамины и минералы в определенных пропорциях. Чтобы питание соответствовало потребностям, специалисты контролируют состояние здоровья коров по результатам анализов. Анализируем состояние, смотрим, чего не хватает. И согласно анализа крови делаем рацион под каждую группу животных. Нужно больше сухого вещества, чтобы содержалось в кормах, не менее 35%, ну и сбалансированность белка и сахара. Для увеличения надоев в районе введен так называемый фронтальный выпас. Каждые час-два стадо переходит на новый участок. Сейчас уже минут через 15 добьем эту загонку и уже будем перепускать, чтобы не портить траву и они, чтобы каждый раз поедали новую пищу. И постоянно у нас скот получается в движении. Нет того, чтобы он лег, лежал, отдыхал. Он постоянно ест, 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 ест. Это отражается на молоке. Сейчас, если больше скотина съест, то больше даст молока. В лучших хозяйствах Костяковического района надои приближаются к 17 литрам на корову. Средние показатели более скромные. Но аграрии работают над тем, чтобы сделать кормовую единицу дешевле, а молоко качественнее. Тем более, что кормовая база сейчас рассчитана на получение 15 литров с буренки. Мы на школе фермы Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Но, возможно, совсем скоро здесь появится республиканский центр молочного скотоводства. Идея создания подобного центра в стране весьма актуальна. Ведь сейчас на рынке производителей сельскохозяйственной продукции большая конкуренция. И важно получить не только большое молоко, но и снизить его себестоимость. Внутри причина корова. Корова должна ощущать комфорт, должны быть условия кормления, должны быть кадры. Только при наличии факторов можно получить молоко как соответствующей качестве, так и более низкой себестоимости. 30% от продуктивности – это генетика, и 70% – это менеджмент. Если сегодня наши кадры, которые работают на производстве, не обладают необходимыми технологическими знаниями, то, естественно, мы теряем и продуктивность, теряем и качество, теряем и животное. В Республиканском центре молочного скотоводства планируют обучать руководителей хозяйств и специалистов сельхозорганизации самым современным технологиям производства молока, чтобы те, обогатившись новыми знаниями, распространили их на местах. Если мы получаем молоко высокое качество, если мы получаем низкую себестоимость, значит, государство меньше будет тратить средств для поддержания сельхозпроизводителей. Сельхозпроизводители будут иметь больше средств для развития производства, естественно, выгода и государству, и людям, которые работают на местах. Как говорят в сельхозакадемии, больших затрат на создание центра не требуется. Вся материально-техническая база, а это более 120 технологий на самой школе-ферме, а также оборудованной лаборатории и квалифицированные преподавательские кадры есть. На данном приборе мы определяем соматические клетки. Мы определили, что соматика 117. Это соответствует экстра. Экстра сорту молока. Значит, этот данный прибор. Этот показывает у нас жир, белок, точку замерзания и сухое вещество. Здравствуйте! А чем вас сегодня кормили? На школу-фермы деревенька приехала в разгар учебного процесса. Студенты-первокурсники изучают повадки животных. То есть, что они предпочитают в определенный период времени. На основании этого и будут сделаны выводы о самочувствии коров. Каждые 10 минут мы должны наблюдать за животными и записывать, что они делали за это определенное время. 22 животных. И мы расписываем, что они делали. Прием корма 15. Вот. Стояла. Одна лежала. Жуют жвачку. Пьют воду. Ну, в данном случае кормят силос кукурузный и концентрированная корма. Добавление концентрированных кормов. И что это дает? Ну, силос кукурузный, он дает прибавку на молоко. То есть, увеличивается надой. А концентрированная корма, они повышают содержание жира и белка в молоке. Имеется такой термин – счастливая корова. Это корова, которая в определенных условиях чувствует себя в комфорте. Если технология нарушена, то имеется изменение в поведении животных. Студенты сегодня смотрят, как себя ведет корова. Что поменять для того, чтобы корова чувствовала себя более комфортно. Я слышала, у вас на одну дойку коровы заходят, на вторую как-то не особо. Если животному представить выбор, то животное всегда выбирает ту доильную установку, где ей более комфортно. Например, на доильную установку параллель. Она идет сегодня самостоятельно. На доильную установку елочка. Ее приходится подгонять. Хотя, вроде бы, по технологии, по поведению животных этого не должно быть. Но животное все равно делает свой выбор. Студенты признаются, практические занятия самые любимые и самые полезные для будущих зоотехников. Кстати, экспорт образовательных услуг – еще одно направление деятельности будущего республиканского центра молочного скотоводства. Здесь уже прошли подготовку специалисты из Белгородской, Брянской, Смоленской областей, Амурского края. Кроме того, читать лекции в Академию приглашают специалистов из других стран США, Германии, Израиля. Чем ближе к лету, тем больше комаров. В народе считали, что весной комаров приносит теплый ветер, а осенью северный ветер уносит их на южные моря. Предки считали, комары появлялись 26 мая на Лукерью-комарницу. Существовали особые приметы, связанные с комарами. Говорили, если на Лукерью много комаров, готовь по ягоды коробов, если много мошек, готовь по грибы лукошек. Пришел Пахом, запахло теплом. На Пахома тепло все лето теплое. Так поговаривали 28 мая, в день, когда отмечали праздник Пахомия Великого. В народе Пахомия прозвали теплым или Бакогреем, потому что именно с этого времени устанавливалось настоящее тепло. В этот день, как правило, сели оставшуюся пшеницу. Пришел Пахом Бакогрей, досевай пшеницу скорее. А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось, особенно в полдень. Считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут. Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным, то ожидали грозного пожарного лета. Деревенька застала Владимира Васильевича Бурака за делами насущными. Ветеран Великой Отечественной войны, житель малых бортников Бобруйского района. В 91 год каждый день начинает с обхода своего маленького огородика. Вот яблонька отцветает, а неподалеку завязывается редис, подрастает лучок. Зимний лук. Зимний лук. Хороший? Хороший. Надо попробовать? Попробуйте. Попробуем. Хороший лук. Ой, хороший лук. У нашего героя по хозяйству все досмотрено. Сам, конечно, Владимир Васильевич по состоянию здоровья участок поддерживать в красоте не может. Помогают дети да внуки. Сегодня Владимир Бурак единственный ветеран, который живет в Бобруйском районе. На фронт он уходил 19-летним парнем уже в 1944-м, когда освобождали белорусские земли. Полк держал направление на запад. После Бреста был Гродно, а потом Кёнигсберг и Пруссия в составе 3-го Белорусского фронта. Был минометчиком, вспоминает ветеран. Тогда ему, молодому парню, было особенно сложно. А там же мина не так летит? А она сейчас вот стоит вот так. Вот так, так, так. Что далее удалить? Она сейчас ближе еще к дырбе. А если ударить так, то далеко летит. За время военных действий он был дважды ранен. После окончания войны фронтовик вернулся восстанавливать хозяйство. Трудился шофером в местном колхозе. Двое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Несмотря на возраст, Владимир Васильевич держится бодро и энергично. Малые бортники для него родная сторонка, где хочется жить. А символом мирной жизни считает раскидистую крону дуба ровесника Великой Победы. Дерево, которое 71 год назад садил сам ветеран. Фестиваль народных талентов Могилевщины на этот раз принимал Кировский район. Традиционно районы представляют своих артистов и мастеров. И каждый стремится чем-то удивить. Например, импровизированная детская площадка от кировчан сразу приглянулась малышне. Пока дети катаются, взрослые осматривают сельское подворье. Угощение от хозяйки. А вот такие ажурные кованые изделия – это уже от хозяина подворья. Из агрогородка скриплица Кировского района. Дверь, значит, вот эта ручка для этой двери. Такая красота пользуется популярностью у вас? Да, да. Заказы есть, всё есть. Но, так сказать, на всё не хватает времени. Ну, понемножку работаем, осваиваем новые технологии, так сказать. Такую красоту обязательно нужно передавать по наследству. Для этого мастер и учит уму-разуму местную молодёжь. У меня от 14 до 16 лет, ребята, 5 человек. Я с ними занимаюсь регулярно, каждое воскресенье. Среди гостей фестиваля много тех, кто приходит пообщаться с земляками. Районные презентации ждут. Сюда идут за эмоциями и настроениями. Ну, это как встреча с малой родиной, понимаешь? Ну, и узнать, как там дела, что такое. Ну, кто-то ездит молодой часто, а я уже, например, 64 года, уже родителей там нету. Ну, так такие встречи для меня это называются. Как я в командировке по Кировскому району всё проеду. Одна из самых ярких звёзд презентации – Кировский духовой оркестр под руководством Александра Ходокова. Праздничного настроения добавляют и вокальные коллективы. В холле областного методического центра народного творчества работают мастера. Я долго себя искала в разных материалах, но остановилась на коже, потому что она какая-то живая. Она, когда трогаешь, ощущение, как будто ты прикасаешься к чему-то живому. И когда, например, делаешь цветок из кожи, ты всегда, я не знаю, как некоторые делают по-своему, я хочу сделать цветок, чтобы он был похож на живой. Ещё одна почётная гостья – Мария Ивановна Солонович. Мастерица на все руки и знатная пивунья. Начинается пилиповка, начинаешь уже пращиткать. В пост уже должен подкать до паски. Подкали всё и на чердак их, чтобы они не мешали ничего. Всё это процедали. Ну, да, он стоит на чердаке. Стоит на чердаке, да, каляк почти. Потому что надо же лён обработать, напрасить, седьмять, потрапать. Мария Ивановна ученицам своим спуску не даёт. Говорит, мастерство не за год и не за два приходит. Деток позвала, ну, покажу, хочет, ну, порядите. Я говорю, о, сколько они мне наткали. И ошибки, я говорю, ну, я же вам показывала. Давайте мы побурим. Я говорю, не, глядите на свою ошибку и учитесь. Вот, надо же, я говорю, надо начинать. Они взяли с конца, с этого стороны начали, значит, легче им было. Они хотели подманить бабу, подманили сами себе. На таких людях, мастеровитых, жизнерадостных, талантливых, земля кировская и держится, говорят в районе. А этот фестиваль им даёт возможность ещё раз поделиться с миром своим щедрым талантом. Понятно, что всё мы провести не смогли, потому что нет возможностей. Для этого случая мы приглашаем всех к себе в район, чтобы показать. Но я думаю, что наши все коллективы, они достойны, достойны уважения. Мы сегодня видим, что могилевчане приходят и с удовольствием смотрят за нашими, за нашей презентацией. На концерте «Экскурс в историю края», зажигательные музыкальные номера. В конце, по традиции, передача эстафеты фестиваля следующему Костюковичскому району. 2 июня в концертном зале «Могилёв» Костюковичи представляют свою презентацию. Ну вот, пожалуй, и всё на сегодня. А напоследок расскажу вам одну интересную новость. Оказывается, у наших бурёнок может появиться конкурент. Всё дело в том, что на американском континенте изобрели альтернативу коровьему молоку. Молоко из гороха. Порция нового напитка содержит 8 грамм белка. Столько же, сколько и порция коровьего молока. К преимуществам горохового молока относится также то, что в нём содержится на 50% больше кальция, чем в коровьем. Какое это молоко на вкус, я пока не скажу, но уж больно любопытно попробовать. Что ж, пришло время прощаться. До новых встреч в деревеньке! Редактор субтитров А.Семкин